Наталья Устинова в марте 2013 года сломала ногу. Почти год женщина ходила в гипсе. Но перелом не срастался. После того, как гипс сняли, ей установили аппарат Элизарова. По словам женщины, лечение закончилось, но болеть нога не перестала. И теперь ей приходится передвигаться при помощи трости. Движения очень ограничены. Боль не сильная, она нудная, но она не прекращается. Постоянная боль. Чтобы добиться правды, женщина обратилась в суд. Именно благодаря судебной экспертизе стало понятно, что врачи слишком долго тянулись необходимой операцией. Должны были провести операцию. Операция же не была проведена. Это теперь подтверждается заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которая была назначена в рамках этого гражданского дела. И вот, собственно говоря, выводы, они подтверждают обоснованность нашего иска. Врачи Республиканской клинической больницы с себя ответственности не снимают. Она против, признает ошибку. По словам медиков, в большинстве подобных случаев такая тактика лечения работала. Почему перелом дал осложнение в этот раз, врачи не понимают. Но дело все в том, что это врожденная патология, в которой пациентка страдала около 50 лет, и переломы срастаются очень долго. Поэтому вот заведующим отделением была и устранная тактика выжидательная. Все-таки мы надеялись, что срастется сам этот перелом, потому что любое вмешательство прикосной патологии, возможно, привело бы к различным осложнениям. По решению суда Республиканской клинической больницы придется выплатить компенсацию за причиненный моральный ущерб в размере 20 тысяч рублей, а также штраф 10 тысяч. Представители Республиканской клинической больницы с решением суда полностью согласны, а спаривать его не собираются. Андрей Трофимов, Роман Фенин, Дмитрий Рыженко, Телеканал Эфир.